Мобилизованные граждане, сотрудники лесохраны, парашютисты, десантники и тонны тяжёлой техники сутки напролёт работают в зелёных массивах Иркутской области, чтобы потушить пожары. Сухие грозы, ветреная и жаркая погода без осадков не дают расслабиться. Только в Нижнелимском районе сейчас действуют два возгорания. К вечеру один будет локализован, второй потушат полностью. Данные пожары находятся в труднозаступных местах со сложным рельефом. На данных территориях засушливая и ветреная погода. Угрозы населённым пунктам нет. На помощь в наш регион был отправлен федеральный резерв и дополнительное финансирование для мониторинга и тушения лесных пожаров. Напряжённая обстановка остаётся в Киренском районе. Основные силы и средства отправлены именно на эти земли. Специалисты утверждают, ситуация стабилизируется. Уже с 11 июля в лесах региона потушено 53 пожара. Это больше 30 тысяч гектаров. На данный момент у нас в локализации находится ещё 7 пожаров. И 20 продолжают действовать. Значит, привлекаемая группировка в ежедневном режиме до 1000 человек. До 300 единиц техники. На мониторинг лесопожарной обстановки, воздушные имеются в виду, привлекается ежедневно 10 воздушных судов. И 4 вертолёта Ми-8 мы привлекаем для передислокации сил и средств с пожара на пожар. Для тушения лесных пожаров на местах делают минерализованные полосы, пускают встречный пал. Таким образом, удаётся предотвратить распространение огня. В труднодоступных местах, где не проходит специализированная техника, люди работают вручную. Специалисты предупреждают, исключать человеческий фактор возникновения и возгорания нельзя. Во время действия режима чрезвычайной ситуации запрещено посещать леса и использовать открытый огонь. Мадина Халикова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.